Трехлетняя россиянка Татьяна Хоменко. Сегодня на курорте СУС проходит опознание жертв пятничного теракта. Параллельно медики проводят ДНК-экспертизы. Из 40 погибших официально подтверждена смерть лишь половины туристов. МВД Туниса сегодня фактически расписалось в собственном бессилии. Предотвратить крупнейшую в истории курорта трагедию якобы было невозможно. Правоохранители даже не подозревали о связях террориста с радикальными исламистами. Алексей Шанев следит за расследованием. На четвертые сутки после теракта Министерство внутренних дел Туниса наконец отчиталось. Задержаны первые подозреваемые. Сообщается, что это соседи, а также отец убийцы. Самого 24-летнего студента, расстрелявшего из автомата Калашникова 40 человек, сегодня похоронили. Правоохранители и даже близкие террористы утверждают, что не знали о его связях с радикальными исламистами. Я никогда не мог подумать, что он совершит подобное. Мы не замечали в его поведении ничего странного. Невозможно представить, что он пошел на этот чудовищный поступок. Главе МВД Туниса на встрече с зарубежными коллегами ничего не оставалось, как признать провальной систему госбезопасности. Полиция смогла обезвредить вооруженного террориста только через полчаса после начала стрельбы по туристам. Охрана отеля во время атаки и вовсе пряталась вместе с отдыхающими. Ускорить поиск виновных намерены приехавшие в Тунис министры внутренних дел Германии, Франции и Великобритании. 600 сотрудников английской полиции сейчас работают в курортном городе Сус, помогают местным следователям и участвуют в опознании тел. В настоящее время подтвержденной остается гибель 15 британцев, однако мы ожидаем, что это число будет расти. Процесс опознания осложняется тем, что многие отдыхающие не брали на пляж документы. Пока опознаны менее 30 человек из 40 погибших в основном это подданные Великобритании. Среди жертв также есть португалец, бельгийц и немец. Уже вечером МИД России подтвердил гибель нашей соотечественницы. По результатам проведенной в Тунисской клинике Шарль Николь ДНК-экспертизы, неопознанных тел жертв террористической атаки 26 июня на курортную зону города Сус идентифицирована личность российской гражданки Татьяны Владимировны Хоменко. В настоящее время посольство России в Тунисе ведет подготовку к репатриации тела погибшей в Россию. Дочь россиянки Екатерина Хоменко остается на лечении в госпитале Суса. По словам врачей, ее ранения опасности для жизни не несет. Власти Туниса тем временем опасаются оттока туристов. Мы обсудили с коллегами, как именно будет укрепляться безопасность Туниса. Я высоко ценю поддержку европейских друзей и верю, что этот теракт не остановит поток туристов, которые любят нашу страну и хотят отдыхать в ней. Мы показали нашим друзьям решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях. Мы выступаем за демократию и свободу. Туристам, похоже, верится с трудом. Правительство в Великобритании намерено вывезти из республики всех своих граждан, отправляет за ними борт ВВС. Россияне также отказываются лететь по путевкам в Тунис, а те, кто уже там, просят туроператоров вернуть их на родину. Россияне, которые хотят покинуть Тунис, обращаются к принимающим компаниям. Это началось еще в пятницу, в день теракта. Например, одна женщина, которая жила непосредственно в отеле, на пляже которого произошла эта трагедия, она с двумя детьми там отдыхала, она попросила ее срочно вывезти. Не было рейса в Москву, она москвичка. Она согласилась лететь в Питер, а потом из Питера уже добираться до Москвы, только бы покинуть Тунис, поскольку было ей очень некомфортно. В ответ на понятное беспокойство туристов, местные власти обещали усилить охрану пляжа и даже вооружить всех сотрудников туристической полиции. Но после второго крупного теракта за несколько месяцев эти обещания не успокаивают. За несколько дней только англичан из Туниса вылетело почти 10 тысяч человек, половина всех британских туристов. Алексей Шанев, Максим Урозаев, Татьяна Гагаринова и Олег Христов. Пятый канал. Для борьбы с террористами исламского государства целесообразно создать коалицию с участием Сирии и соседних стран Турции, Иордании и Саудовской Аравии. Такое мнение высказал Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Сирии Валидом Муалемом. Президент завел гостя в том, что Москва готова всячески способствовать налаживанию такого диалога между странами. Наша политика направлена на поддержку Сирии, сирийского руководства и сирийского народа, остается неизменной. В то же время мы считаем, что для того, чтобы эффективно бороться с терроризмом, с крайними проявлениями радикализма, нужно объединять усилия всех стран региона. Понятно, что между соседями всегда и часто возникают какие-то непонимания, трения, проблемы текущего характера, но во имя борьбы с общим злом, безусловно, нужно объединять усилия. В свою очередь Валид Муалем заявил, что Дамаск выступает за создание международной коалиции с участием соседних стран и США, однако подчеркнул министра, на этом пути много сложностей. Отдельное государство, по словам дипломата, вместо того, чтобы бороться с терроризмом, наоборот, поощряют его, в том числе оружием, и проливают кровь сирийского народа. Встречу с Валидом Муалемом провел сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров. На итоговой пресс-конференции министр сообщил, что завтра эту тему борьбы с международным терроризмом он обсудит с Джоном Керри. Сергей Лавров заострил внимание на опасности заигрывания с радикалами ради достижения сиюминутных конъюнктурных целей. Так, по его словам, требования о смене режима в Сирии противоречат женевскому коммунике и играют на руку экстремистам. Осознание общей угрозы, уверен дипломат, должно возобладать над индивидуальными геополитическими замыслами. С учетом масштабов деятельности исламского государства, так называемого, и его пособников, уже недостаточно сил только сирийцев. Именно поэтому мы обращаем призыв ко всем странам региона координировать свои действия в борьбе с этой страшной угрозой. Сергей Лавров заверил, что Россия и дальше будет помогать сирийским властям в укреплении обороноспособностей страны перед лицом террористической угрозы. Очередные переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пройдут в Минске 7 июля. Там ожидается подписание документа об отводе вооружения калибром до 100 мм. Также представители ДНР надеются договориться с Киевом об обмене пленными по схеме всех на всех. Но пока в Донбассе не смолкают взрывы, этой ночью украинские силовики вновь направили артиллерию на Донецк. Самой мощной атаке подвергся ближайший к аэропорту Куйбышевский район. Там огнем накрыло частные дома. Репортаж Дмитрий Кулько. Идти по отвоеванному украинской армии аэропорту в Луганске для него почетнее любой кинопремии. За освобождение терминала луганское ополчение прозвало Романа Романовского богом войны и доверило руководить всей артиллерией ЛНР. Учился в боях. Во ВГИКе такого не проходили. Среди бойцов лишь единицы знают, что их командир с позывным «Фелине» — московский режиссер. Трагедию народа Донбасса он воспринял как личную и неожиданно для коллег отправился защищать Луганск. Прям уже такая точка, когда точно решил, что поеду. Это она была Одесса. Быстро обучился артиллерийскому делу. Ну, как бы опыт, навыки какие-то элементарные есть. Еще курс военного училища помог. И стал сперва старшим офицером БТА и потом командиром БТА и артиллерийским в Краснодаре. Потом перебрал сюда, в Луганск. В столице его ждут жена, двое детей и скопившиеся за год пачки сценариев. Картины Романовского всегда были о войне и о людях, опасных правьих манерах и драматургических поворотах в жизни бывших шахтеров или водителей. Его следующий сценарий придумывать не нужно. Экранизация окопной правды, которую видел сам. Реальные испытания, подвиги и даже военно-полевые романы. Скажу точно, что в этом фильме будет, конечно же, «Любовь на войне». Девушка из Южной Америки полюбила местного парня. Хотя они даже и толком не могли. Вместе осваивали русский язык здесь. Ты любишь? Я ни в чем перед тобой не знаю. Для первого художественного фильма о Донбассе режиссер создает здесь небольшую киностудию. На главные роли претендуют как местные актеры, которые до сих пор играют в разбитых снарядами театрах, так и его подчиненные, готовые по команде «Мотор» снова держать оборону. Романовский каждый день просматривает боевые сводки и понимает, что в любой момент может вернуться в армию ЛНР. Украинские военные этой ночью вновь обстреляли поселок Октябрьский на окраине Донецка. После нескольких прямых попаданий загорелись дома. Давно года. Мы же начали как обстреливать. Видите, вот дом загорел, прямое попадание. Вот дом загорел. По территории Донбасса было выпущено 36 танковых снарядов, 51 мина калибра 82 и 120 мм. Также применялись противотанковые средства, гранатометы и стрелковое оружие. В мирное время у пожарных было 2-3 выезда за год. Теперь столько же за сутки. Они достают людей из огненных ловушек на передовой. Работают без бронежилетов, кассок и блиндажей. Хорошо. Помолился, перегрязился и пошел. В штабе Минобороны ДНР появились новые данные о перебросе украинской техники к линии соприкосновения. Не исключен повторный штурм поселка Марьинке. На его окраине ополченцы обнаружили 6 украинских танков и позиции 8 самоходных артиллерийских установок. В Донецке надеются, что ситуацию могут исправить следующие переговоры в Минске 7 июля. На них обсудят новый этап. Отвод от линии разграничения орудий меньше 100 мм. К сожалению, мы продвигаемся настолько медленно, что повестка встречи к встрече не меняется. То есть, сейчас, если брать политическую подругу, то первоочередные вопросы – это меньше наши выборы, это закон об особом статусе. На мирный итог переговоров надеется и режиссер Роман Романовский, который очень хочет, чтобы о войне в его фильмах герои рассказывали лишь в прошедшем времени. Дмитрий Гулько, Олег Прохоров и Виктория Григорьева, 5 канал Донбасс. Алексис Ципрос отказывается сокращать госрасходы и реформировать пенсионную систему, но просит новой помощи от Брюсселя. Европейские политики призывают греков быть благоразумными. Европа делает греческим властям необычайно щедрое предложение, но никакого компромисса с их стороны пока нет. Хочу им напомнить, что Евросоюз может справляться и с более кризисными ситуациями. Мы и так уже многого добились вместе. Поэтому, если Греция решит возобновить переговоры после референдума, мы, конечно, не ответим отказом. Тем временем жители Греции разоряют банкоматы. Только за последние две недели они обналичили больше 8 миллиардов евро. Люди опасаются дефолта и пытаются снять со счетов свои средства. Сегодня из-за паники в стране властям пришлось на несколько часов прервать работу всех банкоматов, а крупнейшие греческие банки вообще закрыты минимум до конца недели. Новые скандальные сведения от Вики Ликс опубликовала сегодня французская газета «Либерасьон». Это очередная информация о тайной слежке американских спецслужб за известными политиками и бизнесменами Франции. Статья вышла под громким заголовком «экономический шпионаж». Авторы утверждают, что агентство национальной безопасности покусилось на коммерческие интересы страны. В НБ собрали данные о крупнейших французских компаниях, следили за руководством Министерства экономики и контролировали заключение сделок Парижа с международными организациями. О других событиях уходящего дня расскажем в «Дайжесте» за 100 секунд. В московском Домодедово у лайнера компании «Трансайра» подломилась передняя стойка шасси. Самолет готовили к вылету в Краснодар. На борту находились 118 пассажиров. Никто не пострадал. Людей пересадили на резервный самолет. Поврежденный «Боинг» сразу отправили на стоянку. В причинах поломки теперь разбирается специальная комиссия. Генпрокурор Египта Хишам Барракат погиб в результате покушения. Сегодня в Каире террористы взорвали его автомобиль. Ответственность за атаку взяли на себя радикалы из местной группировки «Народное сопротивление Гизы». Ее представители неоднократно обещали мстить египетским политикам за казнь участников организации «Братья-мусульмане». На Тайване скончалась первая пострадавшая в результате взрыва в аквапарке города Синьбэй. 20-летняя девушка получила ожоги 90% тела. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но оказались бессильны. В критическом состоянии, по данным медиков, находятся около 200 пациентов. Общее число раненых по уточненной информации составляет 498 человек. В китайской провинции Чжэцзян почти 17 тысяч человек остались без жилья. В регионе оползнями размыты дороги и разрушена инфраструктура. Наводнение затронуло территорию в сотни километров. Причиной тому стали проливные дожди, которые непрерывно шли последние несколько дней. На границе штатов Техас и Оклахома появилась адская воронка. Так американские журналисты назвали водоворот, который образовался в результате попытки частично осушить озеро Тексома. Оно вышло из берегов и угрожало затопить соседние населенные пункты. Теперь местные жители боятся стать жертвами воронки. Ученые утверждают, что она способна поглотить целый корабль, не говоря уже о людях или животных. Субтитры создавал DimaTorzok